Эти дети лучшие. 67 ребят были выбраны путем школьного голосования в единый день выборов по всему Краснодарскому краю. И вот теперь они приглашены в мэрию для того, чтобы узнать больше о школьном самоуправлении, обсудить его цели и задачи. Ну а специалисты, в свою очередь, поделятся опытом управленческой деятельности. И в жизни надо уметь держать удар. И надо каждый раз, будет очень много падений, но каждый раз надо вставать. И проблема сильных людей, не проблема, вернее, а величие сильных людей в том, что каждое вставание, оно тебя делает сильнее, крепче и не дает тебе раствориться, не дает тебе уйти под этот плинтус. Вот в этом суть лидерства. Поэтому вам надо сегодня это осознавать и идти к этому. А вы нам сегодня нужны, буквально в смысле очень нужны для того, что вы уже наши партнеры. Каждый сотрудник администрации не сразу занял свое кресло в должности заместителя или начальника, говорит Андрей Безроднов. Ему, например, деревенскому парню пришлось пройти долгий путь. Любовь к спорту и интерес к жизни города привели его от Октябренка к командиру дружины класса, а затем и руководителя общественной молодежной организации. Я пришел в молодежную политику с ведущего специалиста. Прошел все ступени, прежде чем стать руководителем. И вот это самое главное, ребят, поймите, что нельзя стать руководителем сразу. Очень приятно, что ребята уже себя проявляют в общественной жизни. И не случайно то, что сегодня они представляют уже молодежь всей своей школы. Лидеры школ уже имеют хороший багаж опыта в общественной работе, поэтому для них открываются двери в городских администрациях. И в октябре будет проведен день самоуправления, когда лучшие школьники и студенты смогут занять на некоторое время кресло как замов главы, так и самого мэра. А на самом деле решать вопросы города работа очень трудная и ответственная. Администрация – это огромный аппарат, где ежеминутно специалисты со всех отраслей трудятся на благо курорта и жителей города. Как организовать качество лидера, ребята уже знают о том, что предпринимают во время школьного самоуправления, они рассказали во время презентации своей работы. Мы живем, сами знаете, в демократическом государстве, и мы должны быть ответственными за судьбу своей страны. А самоуправление – это начало этого пути. Прививание, так сказать, ученикам чувства ответственности, гражданственности и тому подобное. Конечно, можно сказать, что я буду развивать в учениках их таланты к образованию, к спорту, к творчеству. Например, конкурс по образованию, мы хотим проводить что, где, когда конкурс. А к физическому можно отнести, мы хотим провести олимпийские игры по всем видам спорта. Ведь именно спорт, как уверен Максим, способен привести к цели в жизни. Тем более, что в городе доступны секции на любой вкус. А в завершении встречи новоизбранные лидеры подписали хартию «Я люблю Сочи» как знак того, что они не только заботятся о родном курорте как общественники, но и как жители.